Всем привет! После небольшой паузы ютубер возвращается к вам с обзором главных новостей благосферы. Подписывайтесь на канал, пока интернет еще работает, и будем начинать. 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции российского интернета. Тысячи людей собрались на проспекте Сахарова, чтобы выразить свое фу скандальному законопроекту. Хронологию событий, связанных с этим законом, можно проследить в нашем предыдущем выпуске. Жмите на подсказку, чтобы его посмотреть. Мы же затронем последние две недели. 1 марта в твиттере Софии Блейд, пресс-секретаря Либертарианской партии России, появилась запись, что митинг за свободный интернет согласован с властями. Государство решило пойти дальше Телеграма и забрать весь интернет. Приходите на митинг, паутина цензуры оплетает нашу жизнь. Красноречиво говорилось в твите. Спустя пару дней Телеграм также разослал пользователям приглашение поучаствовать в акции. По иронии судьбы, год назад люди вышли на улицы, чтобы поддержать мессенджер, который тогда активно блокировал Роскомнадзор. Сейчас же в Телеграме рассылаются сообщения, чтобы интернет в России просто оставили в покое. С таким же призывом обратился к подписчикам Павел Дуров в своем Телеграм-канале. Компанию ему составили в Твиттере Алексей Навальный, Данила Поперечный, Илья Варламов, Билсаком и другие медийные личности. Среди заявленных требований на митинге послабление цензуры, отмена некоторых законов пакета Яровой и самого законопроекта о суверенном интернете, и на десерт отмена некоторых политических репрессий. И, собственно, 10 числа началось самое интересное. Во-первых, у организаторов отобрали баннеры и задник для сцены, без комментариев полиции, естественно. Во-вторых, воздушные шарики теперь считаются беспилотным летающим средством, за них получили по шапке 8 человек из числа волонтеров. Что? Ну, в этом случае хотя бы причину объяснили, но лучше бы не позорились. Постоянно растущая толпа митингующих пестрила разного рода плакатами, среди которых встречались весьма креативные. Посмотрите сами. Здесь и серьезные призывы, и любовь к мемам, и юмор. В общем, все, что думают пользователи о законопроекте. Но и здесь, на московском митинге, не обошлось без... Даже здесь делается все для того, чтобы не отдать лидерство T-Series. Но о PewDiePie мы еще сегодня поговорим. Что касается властей, полиция как могла оказывала пассивное сопротивление участникам акции. Например, задерживала очередь на входе, проводя досмотр уж слишком медленно. В итоге, часть людей так и не смогла пройти дальше рамок металлоискателей. Но протестующие так просто не сдались, досталось и главному блокирующему органу, Роскомнадзору. В Питере активисты немного украсили офис РКН. На стенах появились два плаката с надписями «Здесь убивают русский интернет» и «Здесь насаждают цензуру». Двери обклеили оградительной лентой и на финише подожгли фаер. Это, кстати, были активисты той же либертарианской партии. В общей сложности в московском митинге приняло участие более 15 тысяч человек при ожидаемой цифре в 10 тысяч. И раз уж проводить параллели с акцией годовой давности в поддержку Телеграма, митинг за свободный интернет был более масштабным, что означает только одно – людям не безразлична судьба нашего с вами любимого интернетика. Свою солидарность с протестующими вы тоже можете выразить, просто поставив лайк нашему ролику. Кроме того, за свободу интернета вышли жители Хабаровска, Воронежа, Комсомольска-на-Амуре, Омска, Иркутска и других городов. Это были как полноценные митинги, так и одиночные пикеты. Такая активность людей не случайна. На 13 марта в Госдуме было назначено второе чтение, в рамках которого законопроект мог бы быть принят, что приблизило бы его реализацию. Пока же информации о том, как прошло второе чтение, нет, поэтому продолжаем активное наблюдение. А пока лучшие конспирологи мира могут позавидовать фантазии авторов пародийного телеграм-канала RT по-русски. В соцсетях стало разлетаться расследование о настоящем спонсоре прошедшего митинга. Авторы утверждали, что акцию ради своей выгоды профинансировал PewDiePie. Мол, блогер сейчас готов пойти на все, чтобы привлечь как можно больше внимания к своему противостоянию с T-Series. И, соответственно, привлечение подписчиков на свой канал. В расследовании выделяли три теории, откуда здесь взялся PewDiePie. Спонсорство митинга ради собственного пиара, спонсорство самой партии-организатора и, по голливудской классике, сотрудничество с западными спецслужбами. Если хотите более детально ознакомиться с абсурдным расследованием причастности PewDiePie к митингу в Москве, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. У нас там как раз был пост на эту тему. А еще вас там собралось целых 50 тысяч. Спасибо, что выбираете ютубер. Да, это говно какое-то, а не сердечко. Ну сорян, блин. Самым забавным стал тот факт, что этот, очевидно, рофл подхватили и репостнули про кремлевские телеграм-каналы. И пусть висели эти посты недолго, админы опомнились и удалили их, но интернет-сообщество было уже не остановить. Ну а в целом тот факт, что люди вышли на улицы в защиту нашего интернет-пространства, это огромный шаг вперед. И, возможно, такие акции придется повторять, потому как в Госдуме взялись еще и за притеснение свободы слова. На этой неделе в финальную стадию принятия поступили законы о запрете фейковых новостей и неуважении к власти. Многие журналисты уже успели назвать их прямой цензурой, а Совет по правам человека даже просил отклонить эти документы. Тем не менее, все движется к тому, что уже скоро эти законы будут подписаны президентом и свободно писать в интернете станет гораздо сложнее. Мы, как всегда, будем информировать вас о таких новшествах, так что прямо сейчас нажмите на колокольчик и включите уведомления от нашего канала. Возможно, изоляция российского интернета не единственный повод, собравший толпы недовольных пользователей сети. На днях волна хейта обрушилась на Эрика Давидыча, виной всему недавнее видео, в котором автоблогер объявил условия розыгрыша своего личного автомобиля. Ровно с этого момента у каждого из вас есть возможность выиграть вот эту тачку. BMW M5, которую сам Давидыч называет «тень», — отдельная страница в истории автообзорщика. Тест-драйв этой машины, который появился на канале в 2014 году, посмотрели более 13 миллионов раз. За все время существования СМОТРА ТВ это второй результат. Конечно же, многие подписчики и фанаты обрадуются возможности поучаствовать в конкурсе и выиграть такой крутой приз. Но все оказалось не так просто, и когда стали известны условия самого розыгрыша, фура с дизлайками разгрузилась прямо на голову Давидычу. Дело в том, что партнером розыгрыша стал небезызвестный Тинькофф Банк. А чтобы принять участие, нужно оформить там кредитную карту. Это и послужило основной причиной возмущений в комментариях. Многие увлечают Эрика Давидыча в продажности, отсутствии принципов и в желании подсадить своих подписчиков на кредиты. Также нередко вспоминаются знаменитые слова Олега Тинькова, одного из самых одиозных персонажей российского бизнеса. Да, они все блогеры, за бабки маму родную продадут, потом сказки рассказывают в интервью мне. На момент записи этого видео количество дизлайков перевалило за 85 тысяч, и это абсолютный рекорд для канала Смотра ТВ. Многие также отмечали, что под роликом, возможно, были куплены лайки, а негативные комментарии подвергались чистке. Но теперь их настолько много, что делать это абсолютно бессмысленно. По этому поводу Эрик Китуашвили уже ответил в своем инстаграм. Если подытожить, то посыл довольно прост. Не нравится, не участвуй. Ну и парочку дополнительных оскорблений. Вижу большое количество комментариев, якобы разочаровавшихся в условиях розыгрыша. Послушайте, значит, есть условия, которые поставлены для розыгрыша. Подписаться на кучу разных людей, непонятных, и непонятных для чего, мне такой вариант розыгрыша не нравится. Другие условия, которые предлагали, они тоже неинтересны. Что же касается банка Тиньков, я не понимаю, слушайте, кому-то не нравится, он просто идет нахуй. Он просто не играет и как бы не участвует в этом мероприятии. Я банком пользуюсь, он мне нравится, мне нравятся его услуги, мне нравится, как все работает. Если кому-то не нравится или у вас какие-то там претензии к банку, да не участвуйте, в чем проблема. Только конченый голодранец и идиот, который, видимо, вообще никогда ничем не пользовался и ничего не делал, будет писать такой хейт, такую ерунду. Мне все нравится, я посмотрел, я уверенно выстроил систему и знаю, как она будет работать, чтобы она была гарантированно честной. Поэтому хейтеры и дурачки, которые пишут, чем недовольны Украина в пролете, да никто не в пролете, тот, кто хочет реально поучаствовать, тот, кто хочет сделать, он сделает. А тот, кто привык всю жизнь ныть, скулить, я не могу, у меня ничего не получается, а я такой, а я сякой, слава богу, что вы не участвуете и слава богу, что вам эта тачка не достанется. Вот этому я прям очень рад. Также Давидыч считает такую систему хорошим фильтром от тех, кто не сможет содержать такую машину. Почему в условиях конкурса предполагается участие детей от 14 лет, блогер не комментировал. Так же, как и систему начисления так называемых шансов, от которых и зависит вероятность каждого участника победить в розыгрыше. Ведь одно дело оформить карту, и совсем другое тратить через нее десятки тысяч рублей, чтобы повысить свои шансы. Это наш последний шанс. Шанс! Он не получка, не аванс. Отдельная часть разговора это, разумеется, тот факт, что весь этот конкурс это одна большая рекламная интеграция банка. Ранее на ютубере мы уже освещали информацию касательно стоимости рекламных интеграций на канале и в соцсетях Давидыча. И если помните, цены, правдивость которых подтвердил сам представитель блогера, оказались самыми высокими на рынке. Миллион рублей. С такой семизначной суммы начинаются расценки на сториз Давидыча. Пост в инстаграм стоит уже 2 миллиона рублей, а самая дешевая интеграция в ютуб обойдется в 5 миллионов рублей. Самая дорогая в 15 миллионов. Учитывая характер интеграции, можно предположить, что в случае с Тиньковым речь идет о длительном сотрудничестве и партнерстве. Минимальная сумма за месячный контракт, согласно прайсу, составляет 50 миллионов рублей. Но даже с такими затратами в конечном итоге победителями будут организаторы, а не простой пользователь. В этом и заключается принцип лотереи. Среди коллег по цеху за Давидыча успел заступиться в Вилсаком. У себя в Твиттере он высказал удивление такой волной хейта против розыгрыша и подытожил мысль уже знакомым нам «не нравится, забей». Согласитесь ли вы с такой позицией? Что в целом вообще думаете о розыгрыше? Не забывайте писать свои конструктивные комментарии под видео. Самые креативные и толковые попадут к нам в следующий выпуск. А сейчас лишний раз напомню, что мы есть не только на Ютубе, но и на других платформах. Так что будем рады, если присоединитесь к нам. Все ссылки вы сейчас видите на экране. Ну и по классике, с вами как всегда был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. А меня Таня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok